Друзья, добрый вечер. Мы очень рады вас приветствовать на предприятии, которое открывает очевидную цифру кубличных лекций. И это все происходит благодаря нашим директорам фонда Гайдара и лаборатории средств и социальных отражений и благообразия общего растения и публичной школы. Сегодня состоится первая акция из цикла, а полковый утро из цикла скажет Ревьян Мякин, очень креативный директор фонда Гайдара. Спасибо. Спасибо вам, что пришли. О том, что вас ждет, вы можете узнать из фонда Гайкет, который вас лежит на столе. Да, смысл простой, что мы, как фон Гайдара, очень рады тому, что мы можем сотрудничать с «Кетоном Рэш» и то, что нас считают на экономичном фрукте, тем группам. В данном смысле того, что «Кетоном Рэш» достаточно простой, мы пытаемся выбрать какие-то темы, которые показывают, как работают современные ученые экономисты, как они говорят о том, о чем все их годы, экономисты, как правило, не говорят. И берем такие практики, большие циклы. Я, в частности, уже в этом году, это третий цикл, который мы проводим. Первый был здесь, где он назывался «Homo socialis», кто он, да, то есть, было разговор о том, как экономисты изучают какие-то идеи человека. Второй цикл был в мае, он назывался «Homo religiosus», и потом, в общем, там экономисты изучают экономические аспекты в разных религиях. А вот книжный язык, который мы сейчас открываем, он называется «Экономика конфликта». Да, и, конечно, он уже посвящен тому, как современные конфликты измеряют, интерпретируют конфликты и, в том числе, помогают их решить. Да, и я с вами представляю вам Сергея Исмолкова, профессора Рэш и Лисуа Рэш, который сегодня рассказывал о том, как социальные институты помогают их решить. Ну что ж, дамы и господа, добрый вечер. Давайте начнем, соответственно, название «Про социальные институты конфликты». И, соответственно, мой, если хотите, такой набросок того, про что я буду сегодня говорить, заключается в следующем. Что конфликт, какой бы он не был, на него посмотрим, попробуем проанализировать, попробуем на эти решения. Часто эти решения приходят к конкретным действиям или правилам поведения. А вот эти правила поведения можно интерпретировать как определенный грудь действий для решения подобных конфликтов. Таким образом, появляется некоторый институт, некоторый неформальный институт о том, как действовать в данной ситуации. К примеру, это можно, я не знаю, открывать дверь с дамой или ездить по правой стране дороги. Полукромализован, иногда полукромализован, это неформализованное правопроводение. Вот. И такие институты важны. Они есть огромное количество им присутствований в нашей жизни. Но иногда бывает так, что со временем не меняется, и такие институты становятся не совсем правильными, не совсем удобными, не совсем эффективными. Может быть, есть административные. И тогда какая-то мнения другого рода о том, как, соответственно, эти институты уже поменять с тем, чтобы там в спальне люди уже услышали. Ну, и, соответственно, вопросы, как поменять, как использование, как анализировать. И мой персональный, если вы хотите, весь интерес, который я, в общем-то, понял даже, подготавливаясь в лекции, заключается в том, что я, мой основной профессиональный интересный дизайн-механизм, это то, как создавать правила с некоторыми целями. Вот. И обычно такие люди, как я, которые занимаются кинетным дизайном, они предполагают, что люди, которые будут играть в их правилах, в голосовании, в опционе, они рациональны. Они будут оптимизировать. И что предпочинять их людей задано. Но в реальном мире, это не всегда так. Возможно, в процессе предложения этих правил, в возможном процессе обновления людей, возникают некоторые другие интересные вещи. И, соответственно, вызов таким людям, как я, это как тогда прорабатывать такие правила, которые с тем, чтобы учитывать то, скажем так, человеческое, на что присуще людям. Соответственно, про социальные нормы будет следующая реакция. Это Жанна Гриба Платон, которая произойдет 12 декабря. А вообще в экономике про конфликты есть огромное количество исследований, множество исследований. Самая простая вещь, целая наука, теория игр, фактически занимается тем, что анализирует конфликты, ищет способ решения. Вот. И кратко даже можно сказать, что, в чем принцип основной теории игроков, что есть основное решение равновесия, конечно. Это то, что каждый участник поступает то, как ему хочется, то, как он считает, что он оптимизирует, но при этом он должен каким-то образом учитывать то, что будет действовать другим. И в этом заключается первая иная простая мысль. Естественно, равновесие, как концепция решения в теории игр, это фактически говорит о том, что одновременно все игроки поступают так, как хотят, но с учетом того, что делают другие. А примеры таких конфликтов, опять же, огромное множество, которые помогают решать теорию, это конфликты, например, когда конфликты в различной семье, кто повезет ребенка в школу утром, например, кто будет спирать вене, то, конечно, бой и военный конфликт это было. И, соответственно, следующая реакция в церкви Жанна и Степана будет 18 декабря и «Добро пожаловать». Еще немножко про конфликты. Соответственно, кроме того, что теория сама по себе фактически решает любые любого рода конфликты, конечно, есть исследования в экономике, которые чисто не про конфликты, а про войны, про то, как страны или отдельные личности вооружаются или разоружаются, как эти вооружения могут, например, предотвратить войны, или, наоборот, как динамики, в конце концов, войны могут произойти. Исследование по поводу того, как измерять степень и силу конфликта, потому как, понятное дело, если это дистанкный фонд от города, то это серьезный конфликт. А если просто где-то там, например, срывает бомб, это войны, конфликты или нет, и происходит угрозы в новостях, в газетах или в интерпубличных деятельностях, по поводу того, что мы там можем разознать в академии, если что-то там произойдет. Это как-то уже конфликты, или еще нет. Соответственно, есть исследования, которые строят индексы возможной конфликтности, скажем так, и пытаются понять, откуда, если чего, на что не влияет. Как бы, как нужно объяснить из каких-то экономических или социальных измерений, например, о том, как общество развлечено. А вот так, кстати, давайте скажем, что конфликта. А в чем экономика в конфликте? И, скажем так, опять же, кому-то, моя речь сегодня придет не про это, но, в принципе, можно задавать о том, как бы, есть ли выгоды, будут ли рациональные агенты участвовать в конфликте, хотят ли рациональные агенты войны. И, в принципе, достаточно легко построить ситуацию модели, описать, где здесь нет такой. Вот. Я не уверен, ответил я в честном виде на ваш вопрос, но есть какие-то ключи сетки. А, соответственно, отдельный момент, даже если только экономика, как бы, целая лука отчасти есть, и как разрешать конфликты, менеджмент конфликтов. На рабочем месте, например, только с 9 раз народа конфликтов. Как их разрешать? Это тоже, как бы, очень важная тема исследования. Общая тема про экономику конфликтов, на самом деле, огромная. Немножко истории. В 2005 году Нобелевская аквилиция, как экономика, была дана двух замечательных людей, Богу Амману и Донасушене. И цитата Нобелевского комитета за развитие теории игр, способствующих пониманию конфликтов и пониманию того, как можно их успехать, как оперировать. Вот. Текла замечательных. Если посмотрим на Томаса Шеллинга, чем он знаменит? Ну, кроме того, что теперь Нобелевский вариант, кроме того, что действительно в вашей ученой, и работал фактически над экономикой, войной, экономикой конфликтов, и теорией. Его книга 1260 года, которая, кстати, перевернена на русский язык, «Стратегия конфликта», я как бы сегодня посмотрел, она имеет 12 тысяч цитирований на себя. Если я правильно помню, самая цитируемая статья в экономике из статей написанных, это Халберта Уайта о хиберской достичности имеет чуть больше 4 тысяч цитирований. Количество статей, которые мы ссылались. Эта вот цифра, здесь 12 тысяч, практически говорит о том, что число исследований прошлых статей, серьезных статей по экономике, связанных с конфликтом, как ИВЕ, как и прощения Уайта, оно огромное. Вот. Как бы, некоторые из результатов, из того, что Женя показал, он фактически сказал, что, знаете, конфликты – вещь сложная. Как бы, бывает так в конфликте, что, если вы можете каким-то образом, да не бывает так, что если вы можете улучшить свою позицию, каким-то образом, то это приведет лучший для вас результат. Сказал, что вы карадекциальная речь. А, если хотите, я могу продемонстрировать простую ситуацию, где это возможно. Представьте, что вам данный шел ворку, и ворку пытается храбить вашу противную и дом. Ворку. Действие вора, может грабить, может не грабить. Или попытаться ограбить. А может нет. Если он не грабить, то никто все ставит без своих. Он, не знаю, доволен, доволен, как бы ничего не получил бы, ничего не грабить. То есть, можно сказать, что вот двух платежей, так обычно, рисуют в развертой форме, платежей, что ваша шел ворка, они остались на ноль, без своих. В то же время, если корень решил грабить, представьте, вы спите в своей спальне, и слышите, кто-то забрался в парк, что вы можете делать. Вы можете попробовать его отапливать, а можете сидеть тихо. Соответственно, вы, обычный человек, персонал, да? сидеть тихо. И операция. И предположим, что если вы будете сидеть тихо, что получится? Город что-то у вас заберет. Может быть, телевизор, айфон, телефон, или другие вещи. Приготовленный суп. И, допустим, он получит некоторый плюс, 80, каким-то словом, а вы, соответственно, их потеряете. Если вы будете драться, то, возможно, корень ничего не заберет. Возможно, вы ему дадите по голове поставить фингал. Если у вас есть обеспечительное оружие, то, возможно, вы его очень быстрее. Вот. Может быть, так окажется, что у него тоже есть оружие, и вы можете пострадать. Например, если вы будете драться, то, как бы, фингал может не обеспечить. А можно сказать, что это был случай, я как раз своим студентам, рассказом про Динаса, в Америке в конце 90-х годов прочитал заметку, возможно, это не украинство было, но ее же не помню. Заметка о том, что следили тогда внимание русского человека. Что оказалось, к нему на улице в нее подошел человек, с ножом и кокоса 20-го вежливо попросил. Русский человек вежливо сказал, нет, пожалуйста, вот и попросил еще вежливее. Русский человек взял рядом стоящую и чуть-чуть зацепил. Человек попросил вежливо 20-го с малым домом гость кажется кулаков. Ну и потом это уже большинство судили. Чем закончился, я не знаю, возможно, конечно, не посадят или заставили платить штрафы и еще какие-то вещи, но при этом наверное весь процесс был неприятен. В первом случае, возможно, это движение действий, например, и так, сколько человек потеряет. Опять же, не важно, сколько, допустим, так, как бы, ворк имеет возможность нарваться на ответ и запрещает то, что нужно пострадать. Теперь смотрите, если мы посмотрим на нюанс. Когда ворк здесь не решает грабить, что же делает оптиматик? Так как минус 30 все-таки лучше, чем минус 50, так, человек будет атаковать. иначе в такой ситуации да. Ну, технологично. Может быть, если она же тратится, мало того, чтобы ограбить, еще и флагат будет не минус 30 и плюс 70. Правильно, 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 давайте сначала с этой ситуации минус 30. Здесь не ситуация, где есть платежу минус 30, то человек будет тратиться. А ворк, когда знаешь, что человек будет тратиться, подумает, что лучше минус 30 или нот. ворк скажет, нет, не буду это нападать. То есть, вдруг, если ворк считает, например, что в этом доме живет какой-нибудь известный во всем, и он дома, а то, наверное, тратиться не стоит. Но, как правильно заметили, а что если здесь платежи минус 30 и больше? то есть, если потеря, и потеря для жизни сильно больше, чем, вы знаете, украли на телевизоре, вопросом, здесь минус 130. Когда что получается? Тогда получается, что человек будет везде тихо. Если ворк принимает, что человек будет везде тихо, он будет атаковать. Так? Почему? Ну, потому что он чуть-чуть 50, а не нот. Нет, если что-то тихо, сначала в гору везет тратно, если он просит для этого не помню. И если человек решается, не тихо или драться. И ворк, если он грабит, он уже грабит, он может спокойно собирать то, что хочет унести. Да? То есть, в такой ситуации получается, что человек добирается не тихо, а вы грабит. А теперь представьте, что если человек может как-то популяться, написать на двери, что я обязательно буду атаковать, не важно, кто ко мне приходил в гости, я буду защищаться. С ножом, с крилами, рука, нечем угодно, да? Допустим, человек каким-то образом может это дать понять, показать. Что он при этом делает? Он уничтожает вот эту сцепию опцию. Да? Только отдельно, оптимальное поведение, первого вопроса. Да, хорошо, прошу. Да, он уничтожает вот эту опцию для сцепи. Она для него оптимальна в таких ситуациях, но если он может ее уничтожить, если он тоже гарантирует, что в случае отталек он обязательно будет драться. Тем самым, в такой ситуации заменим, он будет тратить на какие-нибудь сцепи. если мы посмотрим на страны, если маленькая страна может сказать, что, знаете, на меня какой-то большой обрезок приходит, и да, он нам, скорее всего, если кто-то не победит, то не обязательно будет драться. Если каким-то образом маленькая страна может себе это гарантировать, может гарантировать этот обрезок, возможно, она сможет предотвратить на подъеме большинство. Так, какие-то примеры. Даже если я знаю, я не могу им сказать. Не могу сказать по следующим образом. Потому что я не могу ступеренно подтверждать, что пример будет из реальной жизни ровно проекта, да? Потому что это очень простая ситуация. Когда все эти ситуации например разберем, будет немножко более сложной. Скорее всего, она проще опишет и правильно опишет реальную жизнь. Да. В реальной жизни или отреков. Ну, возможно, какие-то другие факторы будут реальны? Скажем так, я бы не описывал текущей ситуации и там пример например, реальники за 9-го года, но в такой же простой ситуации. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо. Вот. Но, смотрите, значит, еще как бы одна из таких если хотите, можно сказать, галактических задач, галактических уровней, которые вы машине предложили, обещается в следующем. Представьте, вы стоите на обрыв, как две страны может быть, советский, советский, с США. Пождесят ядер на ручьем, если вы примените ядер на ручьем, то возможно, вы пойдете в САБР, какого-то поднялась. Понятно? Но вы хотите каким-то образом использовать угрозу того, что вы можете ставнуть другого соперника на взгляд в ручьем. Вопрос, что вы таким образом как вместе-то делаете. И ответ был такой, вы взберете этого человека, начнете с ним танцевать, и за время прибежать ближе-ближе к ручьему. Фактически показывая им его, что вы готовы взять на себя некоторый риск, того, что вы пойдете с этим человеком вместе с Абриком. Если ваша готовность взять на себя больше, чем у вашего партнера, то вы можете для себя что-то дариться. Но умеревская лекция Шеннгер называлась «Меграми 60 лет» на свете керосина. И там есть много интересных деталей. Но вещь, о которой я хотел сказать, это то, что фактически Томас Шеннг делает одно утверждение, что так уж получилось, что в процессе человеческого развития с 50-х годов ядерное оружие стало ассоциироваться с некоторым неформальным институтом, что используют ядерное оружие это то, что это очень страшно, и это тот шаг, в страны не должны идти. Это супер-стрирусный шаг. Но аргумент простой, даже 50-й, заключается в том, что, заметим, наше представление альтерное оружие это ябомбы, которые бывают города. Хотя уже в те годы были возможности использовать очень маленькие ябомбы, которые, в общем-то, по мощности меньше, чем некоторые из обычных бомбов используют тактические альтерное оружие можно было в процессе в мире и в свойствод. Тот факт того, что он не использовался отчасти, может быть, связан ровно с возникновением этого негласного института между странами в понимании стран Америки, Англии, Россия, и Центрского Союза о том, что использование альтерное оружие не было бы правильно. О-бам! Ну, скажем так, О-бам! О-бам! это, наверное, человек, который, ну, один из, скажем так, таких людей, которые подвинул теорию игр очень далеко, если не самый главный теоретический игр игр за историю. И, в начале этого года, в мае, О-бам! выступал как раз с гедеросными лекциями. Вот. И Центрата Новороческого комитета звучит как бы очень просто. За что дает Новороческопример О-бам! За то, что он сделал первый нормальный анализ повторяющихся игр. И что как вывод из этих результатов анализа повторяющихся что повторяющихся игр можно добиваться таких результатов, добиваться в кооперации. И он, в общем, О-бам! показал, как это происходит и, в общем, как анализировать такие игры и как понимать, как добиваться на кооперации. Следственная анализ коллекция О-бам! она называлась Война и Мир. И если хотите два таких коротких лекций говорили, по-моему, смотрите, вот если бы вам задать вопрос как повысить степеряемость налогов или на Министской экономики. Естественно, как бы предложение могло бы повысить налогов. Но, как оказывается, что не всегда это работает. Возможно, понизим налогов люди начнут работать больше, это стимулирует и начнут нам платить налоги больше, и на самом деле что у нас произошло в конце 90-х годов, и вы получите больше налогов. То есть не всегда самое простое решение является правилом. Не всегда в экономике получается так, что те простые решения казалось, может быть, интуитивны, но на самом деле интуитивны где-то в другом месте. Соответственно, точно такой же вопрос можно сказать. Для того, чтобы избежать витерной войны, нужно вооружаться или разоружаться? Нужно уменьшать витерный арсенал или нет? И опять же, может быть, естественный ответ, ну давайте, чтобы не было витерной войны, давайте уменьшим витерный арсенал. И опять же, ответ здесь, возможно, не такой, что, возможно, на самом деле, стоит иметь серьезное или увеличение витерного арсенала, потому что это может работать как инвентивное средство для возникновения витерного арсенала. Соответственно, легче всего продемонстрировать элементарные результаты, сказать, диалога на геремисок-ключенок. Тот комплект, который здесь описал, он практически инвентивный геремисок-ключенок. Представьте, что у вас есть два человека, каждый из которых, не знаю, могут кооперировать, а вкуда играть эгоистичную стратегию. Если оба кооперируют, получают владежь 4-4, а если один из них играет эгоистичную стратегию, а только кооперируют, то есть один практически обманывает своего партнера, то он может немножко больше заработать. 5, а партнер заработает на 1. А если оба играют эгоистичную стратегию, то она получает по 1. Одна из такой игры очень простой, а именно получается, смотрите, что не важно, что партнер делает, эгоистичная стратегия опять садоминантной, она опять с оптимальной. То есть если вы думаете, что партнер будет играть в копирование, для вас оптимально играть эгоистичную стратегию. Если вы думаете, что партнер будет играть эгоистичную стратегию, тогда вам без разницы, но вы тоже можете играть эгоистичную стратегию. А если вы не уверены, какую стратегию он будет играть, у каждой эгоистичную стратегию, у каждой демократная стратегия. Это если такая игра происходит с его эмиграцией. Допустим, вот, а если вдруг такая же игра, те же самые платежи могут происходить опять с некоторой вероятностью. Например, если мы с вами ведем какие-то сегодня партнерские отношения, вместе выращиваем картошку, если хотите и надпишемся этим, то ведь может мы завтра тоже с вами можем иметь партнерские отношения. И допустим, это происходит вероятно 75%, 3-ти достаточно большая. Допустим, мы эту же игру повторяемся 5-ти опять, то оказывается в такой игре уже есть какие-то равновесия, есть другие решения. И в частности решения, которые равновесия поддерживаются простой проявлением. А именно я буду картерировать до тех пор, пока мой партнер картерирует. Как только я видел, что он играл против меня эгоистичную стоптегу, я прекращаю картерировать и начну играть эгоистичную стоптегу. Что я в такой ситуации получу? Ну если я сейчас понимаю, я получаю 4 сегодня, платежь из японии, я играю в корпорацию на это операцию. Плюс дисконт дельта с вершиной с 75% я продолжаю с ним работать завтра. Плюс вероятностью дельта в квадрате я и послезавтра получу 4 и так далее. По стоге 55, если я получаю 4 на минус дельта, соответственно мой штаб будет 16. За все время моего партнерства в такой ситуации. Что произойдет, если я решу предать моего партнера? Я сегодня могу забрать 5 целей, больше. Вот, но тогда задушкание я буду получать поединиться. Если я посчитаю, что я получаю это стратегия, я получаю 8. Очень простой способ поддержать кооперацию в дал возможном перспективе. То есть кооперация здесь поддержана ожиданием того, что мы можем кооперировать и в будущем. Пусть это не с вероятностью 100%, но все равно это может быть достаточно для того, чтобы мы кооперировать. Конечно, последующие исследования сильно более внимательно посмотрели на эти вопросы, а именно и о том наборе платежей, которые можно поддержать, и о том, какие именно стратегии, которые должны поддержать. Соответственно, были применены и в других областях, в частности макроэкономики. Но что здесь нужно обратить внимание? Что заменим стратегия, которая поддерживается, правило, здесь очень простое. Поддерживай кооперацию, кооперируй, дай себя хорошо по отношению к соседу. до тех пор, он к тебе видит себя хорошо. Очень простое правило. Следует друг правил, сработает. Теперь, я немножко расскажу про свое собственное исследование. Это совместное исследование конкурентом. И конкретный конфликт. Набор конфликта дуэли или же дуэли колледж двух лиц. Дуэли дуэли. Т.е. 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 когда у вас есть несколько людей, которые конкурируют друг с другом, и, может быть, конкрет личности, и которые могут вредить, скажем так, уничтожать, может быть, кого-то есть конкурент в процессе. Слезда в секрете кино «Бегут ребята Дианны». Там в конце фильма есть классическая сцена, где три человека участвуют практически в гребе, и у них не нужно решить, тут не видно, что такое, они заинтересованы близки и близки. Им нужно решить, в кого они будут стрелять. Т.е. цена представьте, что у вас ситуация. Игра моделируется очень просто. В каждом раунде у вас эти личности стреляют. Каждый игрок характеризуется неким параметром. Может быть, разным для разных игроков. Вероятность поражения. Вероятность того, что он на этот цель может привести соперника, конкретного соперника из игры. А дальше правило простее. В каждом раунде все стреляют одновременно. Нужно либо выграть цель, ослепляет воздух. Соответственно, если все ослепляют воздух, то после этого наступает мир. То это заканчивается. Соответственно, игра продолжается до тех пор, либо мир не наступил, либо не остался всего не больше одного человека. до тех пор. По таким правилам может оказаться так, что если на конце концов оставались два человека, они стреляют друг друг друг, и никто приз не получил. Призы. Есть один большой приз, который достается победителю, если он один стрем. Но если заключается мир, он получает некоторых приз поменьше. Если их трое, то еще поменьше. И так далее. анализ такой игры можно делать как моментально. Что получается? Что если в дуэли, если большой приз больше, чем сумма маленьких, в дуэли два игрока, то оказывается мира достичь нельзя. Всегда будет война. Все будут стрелять друг в друга, никто не будет стрелять в воздух, и соответственно будут воевать. Но интересно оказывается, что есть равновесие в чем совмешение попадает в равновесие, в котором вы назвали нежней в аргайну, в котором игроки стреляют по очнику. есть один стреляет в воздух, стреляет на поражение, а тот наоборот. Тот стреляет на поражение, а тот в воздух. То есть чего добивается игроки в этом равновесии? Они получают то, что исключает событие, в котором они угодивают. И игроки одежды по войну, получается так, что нет забыти, когда они оба погибнут. То есть они гарантируют, что кто-то из них неслабочны. То есть они игроков три не больше, они уже можно поддержать. Отчасти естественно понятно как, потому что если один из игроков попытается выстрелить и останется и убьет, скажи, то твой оставшийся будет воевать. Но в то же время, конечно, если игрок с именем стрелок, то нужно хотеть его сделать. Но здесь уже возможны, кроме различных типов войн, стратегии такие, что если кто-то один захочет не иметь мира, начинает войну, то все после этого оставляют в него. И такие стратегии более эффективны, чем больше игроков в игре. И опять же, как в предыдущей повторяющейся игре демокриченного, получаем простую стратегию. Веди себя мирно, координируй до тех пор, пока кто-то не станет вести себя агрессивным. После этого, не важно, в кого он стрелял, а такую стратегию можно поддержать и перенописить для достаточно широкого спектра правильности. Теперь, дуэли как социальный институт. Зачем вообще были дуэли? И, между прочим, в разных странах существовали коды, за этот сход закона, если хотите, о том, как правильно говорить дуэли. И в одном из таких сходов закона, между прочим, дуэли нужно было проводить последовательно. Ровно, если хотите, стреляли по очереди, ровно с тем, чтобы вас сразу не погляделось. Смотрите, одно из возможностей не такое, что конечно общество сейчас неравное, но как бы в средние века и в год до 19 века были привилегированные свои общества, можно назвать аристократами. И аристократы часто фактически могли делать то, что хотели. Если ты королевский кровей, или ты очень богат, то в общем-то суды могли не иметь ничего права. И в этом был как бы вызов, если есть часть общества, которое не наказуема, то как тогда с такой частью общества как верево это сопротивление. Следственный институт Эли как раз и служил этому, что фактически если и там были несколько моментов что если кто-то делал некоторое действие, которое аристократы считали противоправным, то тот против того это действие было сделано, и который был свидетелем это действия должен был вызвать зачинщика на дырку. Чем правило были такие, что просто так скажем так, похлопав друг друга по плечу и даже просто извинившись не всегда можно было выйти. Некоторые опять же из кодов поведения Адрели говорили о том, что извиняться нельзя. Ну а в этом несколько специфицировали конкретное оружие, холодное оружие, может быть это были шпаги, может быть это были пистолеты, которые можно было использовать в достаточно коротком расстоянии. цель была в том, чтобы донести в самом наказании, которое последовало зачинщику, чтобы можно было нанести некоторое повреждение, существенное повреждение. Да? Почему тогда оружие выравнивало только в облоке двое перейти? Инститарно было точно, что если доказать то, как называют двое наказы, то, можно пройти уже совершенно делать. Смотрите, в разных странах это было по-разному. Вот. Но опять же с оружием, даже с выбором оружия есть. Как бы у самого института много элементов. Потому что вы хотели может быть чтобы просто и так явно ваш вопрос отвечу через вам. Значит, еще раз смотрите. Есть человек, который совершает некоторые неправильные действия. Тот человек, который становится свидетелем, должен вызвать его надвину. Что значит должен? А именно если он не вызовет, он будет подверг конструкции обществу, которое это ведет. Зачем это сделать? С тем, чтобы дальше слабый стрелок или слабый пожественный если просто слабый физический человек все равно делал вызов с тем, чтобы зачинщику тот, который совершил противоправное действие предоставит стимулы и фактически наказывать его, если действительно противоправное действие было совершено. То есть концепция сама общего кодекса чести для того, что ты должен вызов если этого не сделал тебя накажет. Этот элемент здесь очень важен. Ровно с тем, что неважно кто хороший достигол или плохой стрелок или еще кто-то ты мог навести попреждение соперника. Хоть какой-то вероятности. В то же время, чтобы защитить от неправильных одолтевых обвинений противоправных действий если хотите, опять же в некоторых странах давалась возможность выбрать оружие именно человеку, обменяли в технике. есть да, пожалуйста. Смотрите, во-первых, в разных странах это было устроено по-разному. Где-то фактически выборы, варианта, чем и как бы выходили на дырь, нет. В каких-то ситуациях были четкие правила. Делитесь на пистолетах в этих ситуациях, там определенное количество шагов, обижательственные мутанты, которые это смотрят и вперед. Вот. Но при этом, опять же, не значит, что институт был завершительный и он хорошим, да? Вот. Но, в принципе, как раз тогда, если вы на дуэль не вызываете, с вами их общаться не будут. Вас не будут приглашать на балы, и, скажем так, будут вместе с ним. Да, пожалуйста. А раз, просто вы не много вызываете, вы выбираете тогда? Нет? Ну, в общем-то, у аристократов на аристократов не было права. Что? У аристократов на аристократов не было права. А нет, у аристократов, да? Да. А, заметьте, вот такой институт замечательный, да, который фактически еще и поддерживается неким моральным основным кодексом чести, что так можно себя вести, да, в жестко. А почему аристократов на аристократов на аристократов, честь? Как тренироваться с другом и инфектировать? Вот, смотрите. Вопрос в том, хороший институт или плохо? И, возможно, на какой-то период развития скажет, да, ну, не так уж плохо. Потому что вопрос кооперирования, собственно, создания банды, попробовать там скинуть или там наказать какого-то аристократа, в какой-то степени, наверное, это было возможно, но это несколько другого рода активность, да. Доброе утро! Доброе утро! Ну, я слышал вас, и тем понятно, что здесь на речи. Потому что если говорить все-таки, например, о религии Виктория, когда было время, когда было решение с оружием во Франции, то, соответственно, выборе оружия вообще не ставило речи, про были шпаги и были шпаги. Все мои приказы знают, я про Александр Дюма. Какие это такое оружие? Игорь Дюма. А вот если играть в Викторию как институт, который, когда стало ясно, то оружие не сняли просто, а вот уже 18-18 или 12-е, то, соответственно, там уже другая. Там все-таки построили социальные институты Дуэли. Там все-таки более прописанные ноты, сколько шагов. Для 16-го века работал Дуэли. Я просто говорю, не знаю, какой же источник вы использовали, но не всем понятно, о чем это речь. Как-то разумеет. Дуэли нарубционировал за несколько советов. В 16-го века вы все-таки все-таки смотрите этот период. Вот фильмы, вы не смотрели фильмы, каковы реальность? Отчестно. И просто там, например, повторяющиеся, 20 лет Дуэли участвуют. Вот там действительно было, что должна падать для мистолетов и чем-то заканчивается. И сам факт, что, например, поскольку это военный, если вы считаете еще начальник, Бог может это видеть, например, он участвует в Дуэли. Потому что существует, что не резко где-то. Поэтому, куда я скажу? Ну, во время лекции я... Давайте я буду принимать вопросы и постараюсь к нам кратко отвечать. Давайте дискуссию после экзистов. Да? Вот. Действительно, я, наверное, был не очень здесь со временем. И... Вот, посмотрите, значит, были в том или институте достаточно давно. История, которая прописана с правилами системы страны, наверное, можно говорить там более 16 до 19 лет. Вот. В разных странах правила, к примеру, и, очевидно, они эволюционировали. И эволюционировали и под давлением того, где и как их можно было проводить, под давлением того, как государство пыталось с этим бороться. И, в частности, если мы как бы смотрим, что в разных странах мир становится богаче. Люди замечательные динуты на Телле. В России, например, это Пушкин и Лермонтов. Да? Вот. Вопрос в том, как им образом этот институт изменить их заменить. В особенности теперь, если всё-таки у него есть некоторая моральная подобная, какой будет счастье. И ответ был универсальным для разных стран, а именно достаточно серьёзным наказанием, влиянием на институт. Ровно на то, что, как бы если ты там слабый, не слабый, но пытаешься быть для человека в ответ, тебе это будет грозить тем, что тебя будут казнить. Или заключить подстрашу на долгой строке. Да. В НИЦАКО, можно ли это сказать? Не может ли это сделать? Ну, вы знаете, вот тут я не могу сказать, но я думаю, что, вы знаете, скажу так, что, современные люди создаются разные как только организации. Кто и НИЦАКО такой, или там индустриальная организация, кто и НИЦАКО? Люди, которые ориентируют, которые занимаются таком, или, соответственно, в той или иной индустрии работают вместе. Часто им бывает интересно собраться вместе и обсудить те правила, по которым они ведут свой бизнес, по которым они общаются с инвесторами и всем остальным. Я думаю, что здесь тоже, в процессе общения, люди, как говорится, завертной войной потихонечку выислили, скажем так, вырисовывали, определяли правила, по которым они, соответственно, встречаются и выясняют свои души. Соответственно, другие примеры неформальных институтов. Хоровавая месть, например, которая очень похожа на Дейли, в том, что, соответственно, если у тебя есть обидчик, то ты этому обидчик должен ответить. Но при этом, тем самым, возможно, предоставлять стимулы обидчик у тебя и не обижать в первую очередь. Если вы видели различные ролики на ютюбе, например, про то, как во Вьетнаме и в Индии транспорт проезжает на трёску, в санте, которая без сантофоров. Очень интересно сумасшедшее движение, но при этом, вроде бы, аварийно происходит. Как бы явные некоторые неформальные правила такие. Чем толще у тебя металл, тем лучше ты вожден, тем у тебя есть привычные правила проезда. Это не касается верблю. Вот верблю, потом автобус, потом легковая машина, потом рейкшер, а при данных полы, возможно, забота детей и родителей. Это тоже некоторые вот такие сформировавшиеся нормальные институты, взятые, списывания на экзамен. И про каждый из них можно построить, скажем так, можно предположить, в каких условиях какой институт может быть болезнен. Сам факт на ВИЧе, такого института, фактически говорит о том, что он в чём-то болезнен, что на чем он как-то само поддерживается, какие достаточно решательные. Но для каждой из них можно представить, в каких ситуациях она кажется не неэффективной. В списании есть много примеров, когда теперь неформальный институт, существующий, выступает в комбинации формальной институты. Например, вы наблюдаете, вы извините, в аудитории наблюдаете, что вас сосед списал. Вопрос тот, вам сообщать о списывании или нет, как преподавать или нет. А допустим, что реакция в результате была с учетом положительной, преподаватель скажет, да, спасибо, что сказали, да, действительно, нехорошо, спасибо, нехорошо, я принимаю меры. Вот, зависит от реакции остальных. Но вот реакция остальных это и социальный институт. И как бы уже почти, не знаю, 15 лет назад несколько исследователей в разных странах мира, в частности, некоторые в России, в частности, мой сам, Владимир Шаматеев, проводили опрос. Опрос такого рода. Опрос по студентам. Представьте ситуацию. Студент А списывает у студентов В. А студент С подоблюдает и сообщает подавать. Как в одной систементу А, как в одной систементу Г, тот, кто списал, тот, кто дает список и тому, кто сообщил списку. Так вот, на тот момент, у студентов российских на тот момент, однозначная речь была о том, что отрицательное отношение к тому, кто сообщил списку. Вопрос. И это социальный институт не был. Который, в общем-то, наверно, мешает. Есть куча моменты в существующей жизни в Москве. Например, парковка в 20. Парковка формальности надо платить. В 20 тоже происходит. Но в момент того, как люди относятся к парковке, как люди относятся к тем людям, которые закрывают эмирантовыми топичками, как люди относятся к эвакуации. Заметим, какой закон у нас сейчас существует с эвакуацией. Он заключается в том, что машину вашу вы можете ее забрать, или предотвратить эвакуацию, в общем-то, до тех пор, пока эвакуатор не начнет снять движение. Как результат, это приходит и создает стимул. А когда люди, в конце концов, ведут в соответствии с их интересными целями, к тому, что, скажем так, участники дорожного движения некоторые звонят человеку, машину эвакуируются, чтобы эвакуаторы в этот момент, которые тоже надо выполнять план, так оказывается, они пытаются найти ситуацию, где могут быстро эвакуировать машину. не так, где-то наиболее полезно так, и они могут это сделать наиболее быстро, в тот момент, пока хозяева не выйдут. Хотя, вакуатор изменена одна мелочь, сделать так, как на западе. На западе, если вакуатор пришел, то как только он начал цеплять вашу машину, как только эвакуатор начал действие по фактически вакуатор вашей машины, все, лучше забрать не можете. Это уже эвакуация, это уже соответственно нужна машина. Если хотите, вакуатор поставил колонну колеса в вашей машине, все, вакуатор началась немножко после этого. Заметим, что это меняет стимул поведения, очень сильно. Потому как, если эвакуатор действительно может быть убрали много проходной машины, он может начинать эвакуацию, все, машина не мешает проезд, не мешает проходу, пожалуйста, взяли и вакуатор соответствующими стимулами участники движения видят, что машина не правильно и не мешает. Другой простой пример может быть о том, что в разных странах с древней цивилизацией, на которых сильные неформальные проезды, что бывали случаи, когда светофоры ставили такие перекрестки, в общем-то не всегда на короткое время количество авариумов увеличивается. Почему? Потому что люди вступают в конфликт между формально-информальным институтом, потому что они привыкли действия перед ним способом, и они со временем опять же институты подстраиваются, но такие конфликты могут быть. Соответственно, что мы в целом в целом в целом дизайнер дизайнер я все время думаю, и большие сотрудники, которые работают в области дизайна, думают, что отец, для кого мы не создаем правила, фирмы, люди, они будут рациональны, и у них четкое обращение. Вопрос и вы же там из области о том, что если это не так, что если вы предлагаете некоторое действие, например, акцию просохи дерева, или купить машину, но когда ты покупаешь машину 29, или же я вам продам некоторый товар, но вместе с этим я сделаю еще некое действие, которое полезно для общества. Вовле и это на то, что вы идете общаться со мной. И если да, то это как раз в результате этой белой чести. Но теперь я хотел бы рассказать про два если хотите типа механизмов и нововведений, которые на самом деле привели и уже приносят большую пользу человечеству. Про то, как они работают и насколько они интересны. Первая вещь это механизм накопления. Просто английский называется. Если это очень просто, представьте, что у вас есть четыре человека. в данном случае это Кэрол, Джон, Мак и Эльден. И они хотят каждые накопить 40 долларов в данном случае. Большая сумма. Но вместе они могут укладывать по 10 долларов. Вопрос что делать с ихми 40 долларов? Допустим, они могут купить себе мини-крафт застройки города, когда не будешь. Некоторые средства для шпажки земли. Утюм. Каждый нужен утюм. Заметим, что каждому вместо того, чтобы платить и накапливать по 10 долларов каждый месяц и в конце четвертого месяца купить этот утюм, они могут фактически таким образом скоперившись покупателем утюм каждый месяц. Фактически купил утюм быстрее. Вопрос механизм понятия. Заметим, важный метод этого механизма это то, что даже тот человек, который уже приобрел утюм сейчас, он в последующем будет не видовать вклад в общий утюм. и как раз вопрос а почему такой человек это будет делать? Заметим, с точки зрения совершенно просто рациональных игроков, если возьмем эту ситуацию, я получил свой тюм, зачем мне давать если доллар будет кофе фактически для фактически механизма это очень важно. Вопрос зачем? Потому как это делалось в небольших сообществах людей, которые знали друг друга, люди, которые могли доверять друг другу, общались друг с другом в такой ситуации и тогда они фактически ожидали, что у них будет еще некоторые действия в будущем, как в повторяющейся игре, которую смотрели сам, что они рассчитывали, что в будущем у них будут еще возможности интерактировать друг с другом и соответственно это составляло им платить дальше. смотрим в такой ситуации если человек пришел в банк, взял кредит например, на руку этого человека данный банк не видит если у человека нечего оставить залог и банк про этот человек ничего не знает наверное нет либо оставлю была достаточно большая а в такой ситуации получается, что люди фактически коллективно могут предоставить кредит друг другу что в этом институте замечательного еще в том, что фактически у людей есть малых выплатов у людей есть вот это коллективное участие то есть если человек скажет я могу сам если в конце первого месяца сказать а может я хочу потрачу я хочу покушать я хочу в ресторан через два месяца у меня двадцать долларов может я не утюг куплю а тем самым что я с другими людьми скарактерировался таким образом я фактически имея механизм который будет уверен что да я хочу себе утюг и коллектив участие еще дает возможность гарантировать что потому что мы все вместе подписались на это действие мы занимаемся вместе во что это выделилось дальше в частности в Индии из-за того что в 80-е годы была реформа банковской сектора банки пограничили тот процент который могли платить и тогда вот эти вот неформальные локальные организации превратились в что-то очень огромное а именно они морфировались в электрофеханизм сначала в то что появились центральные агенты банки интермедиаторы которые фактически устраивали такие возможности для людей и более того теперь если мы говорили каждому утюг представьте что теперь 3 утюг а 11 это банк устраивая фактически 11 месяцев такие вот вращающиеся механизмы которые будут выиграть утюг банк получается последний год если представьте что тут стоит 110 долларов а по 10 долларов вы собираете каждый месяц представьте что те кто раньше платят немножко больше тем самым фактически банк зарабатывает несколько процентов дальше это превратилось в то что фактически банки стали устраивать аукционы между участниками зато после того как деньги собрали на утюг сегодня устраивается аукцион кто готов заплатить дополнительные деньги для того чтобы эти деньги утюг получить сегодня утюг стоит 110 долларов вы готовы заплатить 20 для того чтобы получить их сегодня эти 20 долларов кто отставит самую большую ставку выиграли но эти выигрышные ставки будут распределены между остальными участниками фактически получается что остальные участники дают в долг тем которые покупают сегодня и получают прямо в процессе вести свои дивиденды да вопрос выиграете что если они они получат то смотрите значит начал механизм работать фактически и с гарантией которой люди мы сами приходили целой группой и фактически на вашем собственном доверии друг к другу это используется то что и люди сами понимают лучше кому они могут доверять чуть дальше это доверие просто доверие механизм от того что если вы хотите в таком механизме участвовать опять опять есть люди которые фактически хотят кому-то давать деньги в долг получают то есть теперь покупка у тебя не нужна вы можете фактически только деньги накапливать то получается что во первых вы и уровень тут последующий большой если вы не перестанете выплачивать то вы больше не сможете при этом работать а банк одновременно начинает представлять страховку то есть вдруг уже если кто-то из группы выпадает банк когда банк последний год получает он будет платить выплачивать эти деньги в процессе то есть возникли как раз все дополнительные институты деталей для этого да пожалуйста с а смотрите как бы отчасти да именно община здесь важна но вот эти вот механизмы они во-первых вид успеха города есть что есть что есть другое они пришли в другие города мира в частности США отчасти привлечены но достаточно популярные стали вот соответственно тут есть статья я про это очень интересно дальше произошло то что люди стали группироваться создавать группы специальным образом так чтобы людей которые хотели задеть им в долг было примерно равным количеством еще не механизм кроме да в 2006 году создали мухаммед и сам мухаммед получил мир фактически создали за усилия направлены на развитие социально-экономическое развитие бедных обществом исходящее именно из этих своих обществ история была очень простая это человек который вернулся в англодеш видел что был в 2004 году если я правильно помню историю анкризиса и в общем банки никаким образом вообще экономические существующие плохо с этим справляется большое количество бедных людей и в общем-то не имел никакой помощи и вот в этот момент он встретил человека который сказал ему мне нужно немного 1 доллар буквально человек дал деньги ему еще там 40 человек и пошло поехать соответственно во что это превратилось это действительно основа здесь микрофинансирование очень маленьких бедных бедных людей где-то на покупку есть какая-то зерна где-то на покупку каких-то средств для обработки почвы где-то может быть на лекарства где-то на какие-то 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 вещи соответственно опять же опять же это не коммерческий без залога потому что люди могут платить залог но опять же здесь ключевой момент это нескольких человек то есть если кредит продается людям а создается группы например 5 человек кредит дается всем 5 людям но зачем люди почему люди выплачивают кредит чтобы иметь возможность доступ к кредитам в будущем и ответственность коррективна если один человек кредит не выплатит то и люди будут в будущем давать кредит и всем этим остальным человеческим человеком и опять же то что группа крупных людей не могут за ним обвиняться и люди понимают они не могут сприкинг о том их возвращать и при этом еще соответственно в конце концов из-за того что всякое бывает люди начинают помогать другу то есть если один друг не видит что вот фермер у него урожай случился короба умерла и он не может отдать они могут соответственно помочь за него выходя с тем чтобы вся группа не пострадала дальше чем дальше это превратилось и в разное количество других дополнительных институтов в частности что они сфорсированы накопления то есть каждый участник этой программы должен некоторое количество денег и в конце концов и то что каждый становится некоторых акционер в конце концов что огромное количество людей получило помощь из них девяносто пять процентов женщин что для страны как Кангладеш очень важно женщины в общем-то слабо участвовали в экономической социальной жизни по мне так интереснее все еще а тогда когда ну сейчас отключается в программе одна из первых вещей которые он практически должен научить это шестнадцать заповедей шестнадцать заповедей проведения участников программы иногда эти люди не умеют писать и соответственно еще про то что они должны учить это как-то делать свой голос как подписываться но в чем уволить заповедей они фактически направлены на то чтобы вот эти плохие неэффективные существующие традиционные институты убрали каким образом это работает кроме заповедей тем что человек выдается если хотите спасительные древочки выдается способ как улучшить свою жизнь в конце концов этот способ работает для человека с бедностью становится жить лучше и вместе с этим с этим фоном может становиться лучше ну говоря это то что поступали выращивай овощи и заботиться о своих детях держи детей он стоит чистоте помогай если свой сосед нуждается помощь планируй семью не рожайся что много детей и думай о том как дети будут нарабатывать себя на жизнь очень простые вещи но направлены именно на изменения и искоренение силы последний момент наверное вы слышали и видели новый феномен который называется краудфандер по другому могу сказать поддержка толпы когда люди пытаются запустить поддержательные деньги для своего проекта чтобы это не было новое изобретение новой технологии это возможность это делать какое-то исследование это просто говорят что я хочу не знаю перейти через тропы канала МАН что они дайте мне денег на подготовку такого события примерно а достаточно большой сейчас постоянно растет около 6 миллиардов долларов огромное количество проектов поддерживается что важно это что многим приотвечать для поддержки проектов важно именно эффект комьюнити эффект толпы что люди поддерживают вместе а что важно чтобы люди тоже поддерживают проект для многих новых стартапов сейчас для них фактически которые армируются на такой правил сначала выведены антикстатор основной площадки посмотрели поддерживают людей если поддержали общество на один из таких знаменитых примеров проекта который успешен это айсбаркет челлендж воспитание ведром золотой воды и успех его было очень важно что именно люди его как бы стали им стало интересно они передавали другим они вызывали других людей они подвешивали это вылилось в мир момент что такое фактически один человек говорит другому человеку давай так в течении 20 часов обольнешься холодной водой я тебя вызываю потому что ты не обольнешься холодной водой пожалуйста сними на видео покажи что ты это сделал а если ты это не сделаешь будь добр положи 100 долларов на платы в частности на проект айс 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 а а и соответственно многие люди поддержали и заставили вызывать другим это пошло на уровень суперзвезд в частности много и миллион участников сотни миллионов долларов собраны праздновать которые занимаются этими болезнями это тоже некий пример если хотите вызов механизм дизайна как создавать такие проекты как понимать какие правы будут поддерживать имя как использовать интересы комьюнити общества ну что ж спасибо 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 и соответственно помните что 12-го и 18-го числа вы еще две реакции и еще можно сказать что 12-го веков веков если вы как-то прийти ваши друзья жалостно спасибо 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 большое очень интересно у меня есть на самом деле два вопроса их буду признать если бы не активно но первый вопрос по поводу механизмного дизайна по поводу цели и положения кто придумывает цель насколько важно критически на практике происходит критическая экземпляров установки цели насколько цели хороша насколько правильно и откуда берутся ресурсы чтобы ее реализовывать хорошо смотрите ответ такой придумывает цель сама практика на меня очень простой момент классический элемент дизайна вот у меня есть товар да я хочу продать я продавец я фактически если все вопросы каким образом мне наиболее что такое наиболее что вот вам цель реальная это моя цель никому говорим не нужна в завершении этой задачи прошли мастерство в сфере если мы говорим о цели которые ставит государство например какой же государство может ставить и цель вместо продажи какого товара государство может например распределить лицензии на вылопать сейчас вопрос вам так какой цель государство служит все отчасти это две можно первое заработать деньги то что собрать можно больше средств другая цель это то что понимая что подавая цель практически управлять то как вы можете попробовать создать на поле какие-то рынки насколько вы понимаете у вас есть третья цель вопрос какую цель вы поставите на первое место либо как это вопрос из каких политиков в министерствах например регионального развития предпользования какие вещи вам насколько ну знаешь государство в принципе насколько государство ставит плагин цель не совсем может может тут по-всяк я могу сказать про государство которое функционирует местами нормальным например есть организация и частность которая на использование частотных для мобильных телефонов она заранее объявляет что какие правила какие наши цели любой какой гражданин может прокомментировать это акцион прокомментировать то он как цель этого акциона и соответственно дальше так как публика это знает общество фактически оценивает разумно и те цели которые ставят это и были случаи когда они меняют проекты после получения ответ на на ответ на ответ на на я хотел задать два вопроса которые связаны первое почему в этом блогове диспропорция между участниками и второе возможно связано с этим вопросом какой был эффект ну в плане изменения социального поведения участников этого банка от этих 16 заведений смотрите точного ответа на ваш вопрос у меня нет нет точно ответа первый момент это то что женщины часто или они то что больше времени они нуждаются и соответственно я понимаю что с самого начала в начале развития банка была цель поддерживать женщин вот насколько это было точнее не но самое что много женщин это отдельный момент который чисто спекуляция женщины обычно больше доверяют я не знаю правда ли это для женщин на в разных экспериментах моделей показывают что женщины здесь готовы взять больше резины и соответственно менять свой второй вопрос знаете оценивать эффект от деятельности банка тяжело потому что действительно банка там сейчас несколько тысяч и много участвовало в работе этого банка экономическая ситуация что меняется постоянно соответственно если вы видите что лучше потому что они обратились банку или я мне кажется на сцене сделал ссылку на исследование которое как раз что там происходит хорошее исследование направлено в Америке эффективность список исследований сказано есть компонент который говорит что издержки сколько стоит участие в этом процессе и они такие а вот раз тяжело посчитать на самом деле какое время но в общем по разному следуя получается в частности то есть человек берет участие спасибо большое а есть ли примеры создания механизмов которые в дальнейшем принесли вред системе короткий ответ есть а вот про примеры нужно подумать что не но понимаете я это как что допустим я бы создавал студель он может быть конечно я мог бы сделать некоторые примеры и одна из один из таких общих призывов науки и и оказывается что если вы выбираете вашу чему альтернатив то в общем случае сначала скажет какими свойствами но и вам не получится не относится голосованием также есть совершенно разные частности очень простой пример если мы голосованием городов которые будут хозяевами она устроена что есть кандидаты города и члены представители стран дать голос по сравнению своих баналов за каждую рамку 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 схема очень сильно манипулирует нам соответственно схема используется она звучит хорошо она достаточно явно но схема пока она не делает вопрос на что можно было заменить это уже сложный вопрос потому как хорошие схемы есть схемы очень простые рейтинги когда каждой части гаранжир 5 голосов 5 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 5 4 5 6 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 13 20 10 15 12 15 15 16 15 16 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 Этот институт стал использоваться в России, этот институт стал использоваться для захвата предприятий и, соответственно, для вывода активов из этих предприятий, то есть, соответственно, и для того, для чего этот институт создавался. — Да, конечно. — Я думаю, что там человек задумал вопрос, и вы на него отвечаете. — Он спрограммировал вопрос. — А, поэтому. Вот существует какая-то проблема. Было разработано несколько механизмов, которые эту проблему должны разрешить. И каким образом мы можем выбрать среди этих институтов на его деятельности? — Ну, во-первых, хорошее ликвидное связание, если хотите, да, хорошее разработать, означает в том, что вы изначально ставили за проблему так, что давайте выберем наиболее эффективные цели. Эффективные в смысле достижения целей и, возможно, в смысле простоты, в смысле того, что его нужно предъявлять некоторые комбинации и факторы. Как в общем решать, как правильно институт разрабатывать, например, в государстве, как и дать задачу нет, да, как дизайнер разработает институт. Возможно, правильно для вас дать и другому специалисту, и другому специалисту. Если вы посмотрели на несколько решений, посмотреть, чем эти подобные, чем они включаются. А вообще это общее решение есть в совершенно простых принципах. Называется просто институт анализов. Когда нужно просчитать резюме, вам нужно просчитать доходы, вам нужно просчитать какие-то разные. Вопрос в том, насколько монетарная, чем монетарная, скажем так, скажем так. Посмотрите, сколько вы говорите. Ну, главное, чем просто. Не монетарная. Вот. И монетарная сложно. И иногда, скажем так. Представьте, что делаете реконструкцию на Виталийского проспекта, либо в районе 24 лет. Вопрос в том, насколько эти тысячи деревьев цепи надо. Действительно. Но, опять же, это не намудание, да. Соответственно, простой способ, если это можно было сделать. Очень простой. Провести опрос. Или даже предложить вам, сколько вы готовы заплатить за то, чтобы спастить деревьев. Может быть, готовы заплатить, давайте так вот. Вот я, фонд, да, организации коммерческие, которая будет бороться за спасительные деньги. Потому что вы готовы заплатить свои деньги. И хотя бы кто-то должен выйти в деревья и высушить из этого вместе. Готовлю это организацию при бюджете. Там 10 долларов, 15 долларов, 10 долларов, 20 долларов. Если аккуратно там вопрос провести, то можно получить некоторые цены. Понятное дело, что... Действовать не могу быть точнее. Вам нужно получить некоторые требования. Примерно цифровых вещей. Это есть очень просто. Иногда бывает, что я хочу это сделать, но... Так что я расскажу вам. Пожалуйста. Возвращение вопроса. Здравствуйте. У меня вопрос. Как контролировалось исполнение 16 заповедей? Почему люди должны были исполнять, как контролировалось им в систему для этого? Да. Вот насколько я знаю, как не контролировалось. То есть вы объяснили просто так, чтобы... Да. Да. Просто так. Вот... Ты получаешь, ты участвуешь в некоторой общественной программе. Будь добр и в других отношениях своей жизнедеятельности и себя хорошо. Спасибо. Давайте два последних вопроса. Скажите, а как была эта нижняя судьба граммом банка? И возможно ли это явление массово в России? Ага. Смотрите. Значит... Он много прекрасно себя чувствует и развивается. В частности, сильно больше про него можете узнать, чем была ссылка к армино-организации. 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 Правытины большинны. Или... что на фоне идеи между Россией и Америкой и Российской областью будут нарушены. Так, то есть у нас, в общем-то, есть беокалитивные методики, у нас нет общенности, но в то же время вас объявили свои беокалитивные ответственности, но они нужны свои слова. Вы приводите пример со списыванием как плохого социального института. Студенты функция, которая отображает поступки в социальную вера, практически, отображают плотно, оказывая тех, кто репортует на списке и поощряет. Как можно поменять этот социальный институт? Не как бороться со списыванием, можно выгонять сразу из института за то, что человек списывает, а не стоит беокалит и как поменять отношение массы студентов к тому, кто докладывает этот список, чтобы они его оценивали положительно, собственно, поступально. Какие принимаются меры? Смотрите, значит, тут есть что сказать. Значит, простая вещь, действительно, ровно как австрелиями, вы можете бороться с институтом созревания в данной степени. И на трениарх раз не доказать. Мы раньше на трениарх придёмся примерно так, что формально первый раз за списывание внулили это задание в институте, которое есть на трениарх, за списывание в институте. При этом, как бы, списывание института производит не всегда в институте. И всегда мы можем это закруклинировать, да, то есть просто мне кажется, что списывание, что никто не служит в институте. Это не. Второй момент, и очень важно здесь, если хотите, там, в медицине это, там, противактика, в общественной жизни социальная реклама. Это реклама правильная, много зависит от того, что списывание есть плохо, то, что активная социальная позиция в городу того, что происходит в городе, есть хорошо. Не только списывание, это покидывание мусора, например, да, это покидывание мусора. Любая, это, если там видите что-то неправильно происходит, мы сказали, что есть. А, и тогда это всем, всем видите, да, хорошее управление социальной деятельности, это хорошо. Репартируемые списки, это в этом отношении тоже хорошо. А, еще один момент, который, в общем, у нас дополнительные степени есть, но он скорее будет. Дело в том, что мы считаем для студентов среднего, и для тех студентов, например, которые идут дальше, это очень важно становится, и, в общем-то, для тех студентов, которые идут на работу иногда, это тоже проскакивают. Да, то есть, когда, когда они спрашивают профессоров, они спрашивают, что они готовы, что это состоит, а уж и нет. Но тут есть вот, возникает следующее, что создаётся некоторая конкуренция между студентами. Грубо говоря, если ты дал списывание, и если ты будешь ухаживать свой партейл, то разница между тобой, то есть, потому что это очень большая для нашей студенты. И точно так же, если ты там выдаешь списывание, ты делаешь честно, ты там борешься, пытаешься стать хорошим, и ты видишь, что кто-то на халяву получает процент. Но где-то будет не стимул для того, чтобы сказать, что будет произведено списывание. И если вы хотите, то есть, то есть, то есть, то есть, это решится. Действительно, у нас не заместим можно. И рекламу. Если вы хотите, то же примеры жизни. Знаете, у меня есть две дочери. Старшая дочка была из Америки, и, да, вообще, уехала в какой-то возрасте 8 лет. Старшая дочка на дуги и переносит у меня. И даже сейчас мы делись желчным цветом на дуги. Это эффект, если хотите, социальные планы. В Америке для именно проблемы. А детей? Потому что это лично плохо. Это работает. И пусть нет, нет, на следующий день. Но это... Знаете, у нас что-то среднее. Всегда у нас есть некоторые относительные спецы. В плане, не строгое такое, что 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Знаете, так, мы знаем, что это пастеризация. Мы видим здесь финальный балл по заэксандрой, что их нужно продать пастеризацию. Так что группа, где-то, 20%, 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 20%. Но, смотрите, вот я считаю сейчас курсом перегономить инфраструктуру, который... Есть еще люди, которые списывали наши задачи. И немного. Те начали проводить наши задачи, и я сразу делюсь, что вот я рекомендую наши задачи. Неважно, это я дачусь, потому что очень задача не спросила. И я позволяю. Студенты... Я как раз все... Все отмечу, не переживаю. Студенты чувствуют, приходят, говорят, да, и мужчины думают. Я все понял. Все остались. А финальная церковь стоит из 20% домашней работы, через процентов, через процентов, за процентов, 20%. Это может дарить проекту, 18%? Да. А вот, как раз, вот, Кэрисович, через четверть лет делают добавленную работу. Уплоиды в них оказываются идентичными, и они обнуляются. Уплоиды в них оказываются идентичными, Сидеть через четверть. Картирная... Картирная деплина. Почему нужно обнулиться? Теперь картура вместе оказалась. Там хотя работают четверо. Внимание. Смотрите. Здесь момент, который для института, например, социально прекрасный, сложный. Момент феернес. Ну, как чисто относиться к студентам, да? И иногда это феернес может вступить в конфликт. Потому что в данном случае, если четыре человека, которые вроде бы работают вместе, один же, какой-то специалист. Задачу, как бы, реальность, Ситуация такая, что здесь это решение наказания не но они сильные и усилены, ровно с тем, чтобы такие события не происходили. Ровно с тем, чтобы персональные стимулы могут делать таким, чтобы человек не занимался вообще. Но даже с более четким определением того, что студенты могут обсудить домашнее задание. Пожалуйста. Могут помогать друг другу. Пожалуйста. Но сам текст, который написан, это является индивидуальной работой. Какая-то, когда они переливируются на версии? Вот здесь переливируются на версии. Они обсуждают по одних текстах, после того, они обсудили, они записаны, потом здесь записаны. Пожалуйста. Нет, текст разный. Если они обсуждают по одних текстах. Пожалуйста. Текст разный. Здесь нужно аккуратно. А если кто-то знает, чтобы знать, что он пишет, а он же пишет. Может, они обслушают. Подболки тексты мы можем пожурить пальчиками и сказать, что у вас тексты слишком половины. Но каждый способно написал. И так уж получается, что если домашнее задание хорошее, то шансов, что обсуждание можно видеть, можно видеть подходы одинаковые и подобные. Вот. Но самое интересное, как-то если домашнее задание еще не пора отличается, а не однокленно. Ну и хорошо. Думаю, что удовлетворяется. Хорошо, хорошо. Мне кажется, что уже прошло время меня заняться социальной главной и пригласить вас в следующий период на вторую листу нашего дизайна. Жанна Филиппулатова. Как и бывают сады, сады, социальная информация. Приходите, посвятим, подписывайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...